Музыка Когда-то, много-много лет назад, с Галиной Владимировной, с Олегом Петровичем мы сделали замечательный икон, Невьянская икона, которая до сих пор по изучению Невьянской иконы считается базовым. И после этого была мысль сделать здесь музей, в Невьянске. Потому что, ну, несправедливость в экспозиции Невьянского музея нет Невьянских икон. Центр горнозаводского уральского старообрядческого иконописания, в общем-то, феномен русской культуры 18-го, 19-го и даже 20-го веков. Ну, чтобы было понятно, на таком уровне уже не работали ни Москва, ни Ярославль, ни Питер. Когда, ну, на пике, вот, когда Невьянская икона была на пике своего расцвета. И думали сделать музей Невьянской иконы здесь. И уже открыли в Екатеринбурге музей Невьянской иконы. И искали помещение в Невьянске. И не могли мы здесь найти помещение. Предлагали дом Дождева, но тогда надо было вкладывать несколько миллионов долларов его в реставрацию. Разговаривали с мэром города, с Ниной Медовщиковой здесь искали помещение. Мы не могли найти помещение. И вот, наконец-то, руководство музея Антоний Михайлович предложил помещение фондов. И, ну, считайте, с того времени, с альбома, это прошло 13 лет уже прошло. Екатерина Владимировна, давайте мы завершим этот государственный акт. А вы не сняете, как это сделать? А это вот очень просто делается. Прямо отрезать? Да, прямо режем. И еще вот кусочек. Сразу Жене отдаем, да? Да, точно. Елена Владимировна, это, это, это вам. Спасибо. А, это Андрей, Андрей Указицыну. Знаете, прошли предприятия. Да. Невьянская икона для невьянских старообрядцев, это всегда был такой очень важный момент самоидентификации. По иконам, икона основной определитель, свой, чужой. То есть сразу же, всегда своих видели по иконам. Поэтому, ну, иконы еще несли другую функциональную нагрузку. Иконы были и вложением средств, и когда описывалось приданное, когда давали за дочерью приданное, обязательно шло описание икон. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok